Уважаемые коллеги, повышение эффективности негативной поддержки в доминальной хирургии это вопрос, который, наверное, так же актуален, как и вопрос антибактериального контроля осложненных интравдоминальных инфекций, поэтому, чтобы не получилось у нас как будто это столкновение двух судов, бухты Гонконга и такие же разрушительные последствия, которые имеют травму, поэтому некоторые положения, на которых я хочу остановиться, то мне будут интересны. С 1794 года Джон Хантер изучал уже метаболические ответы, критические состояния, а в 1894 году Гильям Уэллчер указывал в своих исследованиях на наличие феномена неадекватной адаптации к болезни и травме тканей человеческого организма. И в основе всего, как определилось в начале 60-х годов, 20-го века, лежит белково-энергетическая недостаточность и все последствия, которые она вызывает. Основателем теории о метаболических реакциях на повреждения различной идеологии является шотландский хирург Дэвид Катберсон. В 1932 году он впервые описал проявление метаболического ответа на стрессовый фактор, в частности травматическое повреждение ткани. Любой стресс проходит в две фазы, и если гормональный стресс – это как бы общая адаптационная реакция, то вот гидрометаболическая по своей сути вторая фаза с развитием анорексии, астении, лихорадки и гумерамид-медиатров приводит к значительному потере азота. Поэтому гидрокатехоламинемия увеличивает катаболизм, и затраты увеличиваются на 50% от исходного. Большую роль здесь играет эшевизация сплантической зоны и потеря эпидемиальные выселки кишечника. Это же может стать индуктором полиозранной дисфункции. Это же может сыграть и большую роль в гиарее потери толка и массы тела. В 1952 году МОР, развивая концепт этот мир спон, установил, что целью разрушения тканей является сохранение пластических ресурсов для восстановления родилых поверхностей. И на сегодняшний день, вот Владимир Вич сказал о синдроме гидрометаболизма, гидрокатаболизма, это неспецифическая системная ответная реакция в ответ на повреждения любой идеологии. Значит, у пациента в отделениях интенсивной терапии, здесь отдельный доклад, вводит тоже. В итоге мы имеем дефицит питательных веществ. Такое значение, особенно, я бы хотел остановиться на послеоперационном периоде, потери долга, это, конечно, эквивалент повышения осложнений. В послеоперационном периоде разные есть цифры, от 6 до 11 и больше раз. Поэтому для предупреждения развития осложнений, больные с тяжелым стрессом, перенесенным в долю вследствие травмы, ожогов и так далее, в том числе оперативных мешательств, нуждаются в аминокислотной и нутритивной поддержке. Для того, чтобы обеспечить вот эти все многообразные функции пилков. Значит, и в настоящее время считается, что все-таки коррекция пилковой недостаточности может рассматриваться в качестве приоритетной задачи. Ну, вот рекомендации, я не знаю, Владимир Ильич упоминал, они есть для хирургии, в 2009 году они же есть для интенсивной терапии. Значит, до операции у нас нутритивная поддержка, у некоторых больных оправданных, вес которых за последние полгода снизился более чем на 10% от исходного, индекс массы тела, у которых меньше 18,5, концентрация аргумена меньше 30 и так далее. Это позволяет в какой-то степени влиять на количество послеоперационных осложнений, а также вентальности от галюта. Значит, практические недостатки в некоторых моментах, которые мы имели. Вы знаете, прекрасно, что до какого-то момента нутрициология, в общем-то, у нас находилась на зачаточном уровне в виде каких-то смесей естественного питания, которые, конечно, не могли адекватно усваиваться. Поэтому сухие энтеральные зонтовые смеси, они имеют массу недостатков, в том числе отсутствие очень многих компонентов. Кроме того, они экстемплороб готовились, очень часто вызывали гиарею, и не соблюдался температурный режим. Все это зависело очень в значительной степени от человеческого факта. Кроме того, при повышении колоража и осмолярности, все это заканчивалось гиареем и ухудшением состояния больного. Но первый такой этап был появлением призубинов, готовых шидких питательных средств, с хорошим арсенале и с хорошим эффектом, в общем-то, который принципиально позволил снизить количество вот таких диспертических явлений на фоне их приема. Точно сбалансированный состав, очень важно наличие пищевых олоков, эстерильность и вот эти метатритно-насыщенные кислоты. Очень важно, что наличие инулина, не переваривая клетчатки, создает массу позитивных эффектов, а именно, это предотвращение как запора, так и гиареи, питания слизистой, тропическую поддержку, защиту от бактерий и токсинов, стимуляцию иммунитета и даже иммунные добавки в самих смесях, готовых для энтерального питания. Значит, поэтому на сегодняшний день особенно показано наличие смеси с пищевыми олокнами при длительном зондовом питании, если говорить о длительности более 10 дней, длительная антибиотикотерапия, химиотерапия, лучевой и сопровождении лечения больных с новообразованием, диареме пробного происхождения, запоря на фоне энтерального питания, мобилизации, диагрии и так дальше. Имеется, конечно, масса минусов в плане энтерального питания, но самое главное, что на них всем возможно провести, особенно в абдоминальной хирургии, когда у нас есть ограничения пассажа. Значит, на сегодняшний день тогда показано пароэнтеральное питание, значит, дефицит массы, когда энтеральное не показано или плохо переносится, или просто его невозможно провести. После операционных осложнений с нарушением функции ЖКТ и неспособности получать, а главное усваивать адекватное энтеральное питание. И после операции очень часто мы идем по пути либо частичного питания, либо полного пароэнтерального питания. Это будет зависеть от наших клинических потребностей. Комбинация энтерального и пароэнтерального питания должна рассматриваться как показание внутридневной поддержки. Если более 60% энергетических потребностей не может быть обеспечено энтеральным путем, здесь все, скажем так, основано на доказательствах. Это из руководства, так что вы можете с вами обратиться для того, чтобы ознакомиться о питании. Значит, когда показано пароэнтеральное, однозначно. При обструкции любого характера, при полной обструкции операция не должна откладываться из-за риска аспирации острого растяжения кишечника, приводящих к перитониту и трансфоргации бактериального пациента, с пройденной гастроэнтеристенальной недостаточностью, пароэнтеральное питание вообще является жизнеспасающим мероприятием. Какая оптимальная смесь на сегодня пароэнтерального питания, их много, оптимальный восперегающий эффект получен, когда мы одновременно вводим компоненты. И недостаток у нас системы нескольких лаконов, он очевиден, я не буду говорить, то риска септических осложнений, то риска тромбов, лепитов. Поэтому на сегодняшний день при определенном соотношении этих трех компонентов пароэнтерального питания мы можем использовать, согласно рекомендации, рассмотреть растворы пароэнтерального питания должны вводиться в систему привода. Но трехкамерные мешки менее затратный режим. Технология раздельных лаконов достоверно дороже, даже если мы каким-то образом пытаемся сбалансировать их и, скажем так, и по скорости, и по оптимальному составу. Ну вот как вариант у нас, как билену, мы можем использовать с включением интралентина, глюкоза 11-19% аминокислоты, бамин 18-0. Оптимальные соотношения были названы в тенденциях изменений соотношений с 50 на 50 до 70 на 30 неглюковых калорий. Значит, здесь у нас есть потребность здорового человека. На сегодняшний день белок используется как критический нутриен и потребность белки 0,75 грамма на килограмм. В случае стрессовых повреждений гиперкатаболизма оно увеличивается до полутора, то есть двое. Поэтому потребность в белке у нас однозначно повышенная, поэтому мы должны именно из этого исходить, даже если мы используем частичные варианты энтерального-проэнтерального нутритивной поддержки. Потребность в энергии белка, калорическое соотношение оптимальное, белок, жир и глюкоза 20-30-50. Очень важный вопрос, что очень часто при гастроингостинальных нарушениях у нас имеется печёночная дисфункция, так как вы помните, что портальная вена собирает кровь от всех гипарных органов брюшной полости. Поэтому печёночная дисфункция либо она в величии, либо она предполагается, либо она манифестна. Поэтому нацеленные, скажем так, воздействия на ткани печёночной, они оправданы для того, чтобы уменьшить потенциальный риск запуска полиорганной дисфункции. Острая хирургическая патология это, прежде всего, кишечная непроходимость перитонии, цепсис, ЖКТ, кровотечение, гноэносептические осложнения. Есть прямое гипотоксическое действие, антибиотики противогрихов и так дальше. Состояние пусты острого кровотечения и особенно онкологические больные. Признаками, помимо известных анцитометического синдрома нарушений в Креции, у нас есть признаки печёночной энцефалопатии, в виде делирия. То есть оно часто не проходит, скажем так, в связи с печёночной недостаточностью, но очень часто является таковой или преддверием более серьёзных нарушений сознания. Нарушение репаративных процессов скорости заживления ран. И в патогенезе очень важно, что страдает в первую очередь другого синтетической функции. И опять же нарушаются репаративные процессы и детоксикации. Поэтому на сегодняшний день всё то, что способствует стимуляции арникинового цикла и включение аммиоктава в арникиновый цикл является приоритетом для нас. Методами коррекции это прежде всего восстановление паригерной колхоз синтетической функции и введение тех же препаратов, которые позволяют нам стабилизировать гипотоцин и не допустить его нарушения. Один из возможных вариантов это усиление цикла арникиновой кислоты, арникин аспартак, если мы используем дополнительные его введения, мы стимулируем наиболее важный механизм арникин и аспартак циклик репса, который запускает процесс обезвреживания аммиок от печени и не влияет, обратите внимание, на синтез именно кислоты. Поэтому на сегодняшний день мы можем использовать этот компонент как дополнительную возможность оптимизации нутритивной поддержки белками. Значит, что белковый дефицит, что у нас в минусе? Нарушение репарации, повышение числа осложнений, гистратические изменения миокарда, а плюс это снижение назокомиарной репарации, длительности послеоперационной и вылечества, при гнольной асптических осложнений, сроков пребывания и летальности. Три сбалансированных смесей обращают внимание в смеси, которые имеют дополнительные возможности для нас, особенно в абдоминальной хирургии. Обратите внимание, аминосол неописи, сбалансированная аминокислотная смесь, у которой есть возможности цитопротекторного и иммуномодулирующего действия за счет таурина, антиоксидантного за счет яблочной кислоты. И очень важно оптимальное соотношение некоторых аминокислот, которые позволяют профилактировать несостоятельность кишечных анастомозов, проливный медианин, и очень важно соотношение оптимальной лейцин и золейцин для более полного усвоения аминокислот, которые нургуют. Поэтому в полуректальные операции онкологические исследования проведены об укрепованном журнале о медицине неотвожных состояний. Показатели особенностого обмена находят частичного коронтерального питания с использованием аминосола снижения проявлений гиперкатаболизма. Да, заканчиваем динамик, а трансиминас печени. Обратите внимание, мы не допускали повышения даже референтных значений достоверного по АСТ и АЛТ на этапе третий суток. Кроме того, оптимизация электролитного состава, снижение вероятности развития эвакуаторных нарушений, развития стрессов и повреждений ЖКТ, у которых исходная первичная манипуляция направлена на ЖКТ, и создание условий раннего начала инферального питания, но возможно более раннего, поскольку устанавливаем пассаж. И выводы. При использовании сбалансированных аминокислотных смеси, таких как каминокислотные, к примеру, в третьем суткам отвечено появление печеночной дисфункции, снижение его проявлений и уровня талии, а также проявление гиперкапатарического синдрома. Сбалансированный смеси имеет не только заместительный эффект, но и многофакторное дополнительное действие послеоперационной периоды. Для усиления эффекта частичного коронфарального питания с использованием аминокислотных смеси мы можем использовать эмакокропную терапию для оптимизации и достижения скорейшего наших целей. Спасибо.